Больше всего мастера уличного фитнеса боялись дождя. Выполнять трюки на мокрых брусьях – опасное занятие. Но погода в субботний день благоволила. Первому межрегиональному турниру «Силач-2013». Посоревноваться приехали гости из Владимира, Костромы, Ярославля. Все они перед началом выстроились на разминку. Любой спортсмен знает – мышцы перед выступлением надо разогреть. На одном турнире мы решили объединить различные спортивные силовые направления и провести все это на улице под открытым небом. Это придает свой шар и свою энергию, потому что подобного еще не было. На центральной площадке установили брусья, планки и турники. Соревнования проходят в режиме баттла. Двое соперников выполняют разные элементы. Члены жюри их оценивают. Судить турнир пригласили члена сборной России по рукауту Николая Лобанова и чемпиона по удержанию переднего виса Залимхана Камбалова. Прежде всего оценивается силовая оставляющая, то есть сложность выполнения их элементов. Потом уже идут артистизм, то есть целостное впечатление о выступлении. Должно хорошее складываться, красиво должно все выглядеть. Я не так сделал элемент, пошел другое делать. Вот так вот, чтобы красиво все было, плавно из элемента в элемент связ. Кто будет выступать первым, определяет жеребьевка. Артему Морозову повезло, он открывает баттлы. В Ярославле, родном городе спортсмена, не так много мест для тренировок. Любителей воркаута становится все меньше. Но юноша считает, что плохие условия вовсе не препятствия. Своё мастерство в Иванове он показывает впервые и сразу побеждает соперника. Здесь достаточно классный уровень у ребят. Здесь я получу очень хороший опыт для участия в других соревнованиях. И, конечно же, я знаком с организаторами, и, конечно же, здесь все очень масштабно. И это мне нравится. И все очень атмосферно. Турнир собрал огромное количество зрителей. Этот вид спорта очень зрелищный. Толпа внимательно следит за каждым движением спортсменов. Силе и выдержке остается только позавидовать. Это в основном гимнасты, легкая атлетика. В основном сейчас, в данный момент, ребята уходят с гимнастики, с легкой атлетики. Именно воркауты переходят. Потому что для них, может, это легче немножко. Они, может, думают, что они достигнут больших высот в этом. Спортсменов, выбравших воркаут, объединяет желание быть свободными от спортивных залов, тренажеров и четко фиксированных во времени тренировок. Но именно из-за уличной составляющей спорта этот вид никогда не станет олимпийским.